Всем привет, друзья, акционеры мои! И у нас сегодня будет очень интересный информативный ролик. Как вы знаете, я являюсь обладателем вот этой BMW F10 2016 года. Когда я покупал автомобиль, многие люди писали о том, что есть 530-я дизельная в М-пакете, и это просто сказка. Как вы догадались из заголовка видеоролика, мы сегодня в этом ролике ее заберем. Вы вдумайтесь, рекомендованная розничная цена этого автомобиля 4 миллиона 520 тысяч рублей. Я обзвонил всю Москву в поисках этого автомобиля за наличный расчет. Какую скидку нашел я, вы узнаете, досмотрев данный видеоролик до конца. Я читаю все ваши комментарии под видеороликами про скидки и вижу, что есть очень много мнений, нареканий, подозрений, поддержки. На некоторые из этих вопросов я хотел бы развернуто ответить. Именно в этом ролике я это сделаю. То есть он у нас будет разбит на две части. Параллельно вы будете смотреть, как мы забираем автомобиль. Я вам покажу, что это за автомобиль, что он из себя представляет. И параллельно я вам буду отвечать на эти вопросы. В общем, не размазывая кашу по тарелке, мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Казалось бы, просто пшик, а мы с вами переносимся уже в новый день. Приезжаем к официальному дилеру забирать автомобиль. Здесь мы с вами уже бывали, но ни в коем случае никого я не рекламирую, никого я не призываю. Приезжать сюда же за низкой ценой нет, друзья. Знакомьтесь, новая черная Cobra 530 дизельная BMW с M-пакетом. Это не аналог, это немецкая сборка. Рекомендованная розничная цена данного автомобиля 4 миллиона 520 тысяч рублей. Когда я начал искать этот автомобиль, первый дилер мне озвучил ценник 4 миллиона 200 тысяч рублей. То есть сходу как бы скидывает 320 тысяч рублей. Я вам напоминаю о том, что понятное дело, что это никакая не скидка. Это просто-напросто маркетинговый ход. Еще я не знаю ни одного человека, кто купил бы автомобиль по рекомендованной розничной цене. Так вот, 4 миллиона 200 тысяч рублей поторговавшись, мне назвали 4 миллиона ровно. Я начал звонить дальше, и ценник потихонечку-потихонечку падал. Называли 3 900. Машина, кстати, очень популярна. Она была практически в каждом автосалоне в городе Москва. 3 800, 3 780. В общем, мы дошли до того, что данный дилер, где мы сейчас находимся, назвал за нее 3 миллиона 700 тысяч. Все, не рублем ниже. Я озвучил этот ценник человеку, на что он сказал, это для него дорого. У него был бюджет изначально до 3,5 миллионов рублей. Вообще, хотелось уложиться в 3 400, 3 300 идеально. Но рынок есть рынок. Мы здесь никак повлиять на дилера не можем. Что мы сделали? Мы взяли паузу на 2 недели. То есть, прозванил я изначально в 12 числах октября. Прошло 2 недели. Наступил конец месяца. Менеджер сам перезвонил и сказал, руководство дает отмашку. 3 550 забирайте. Мы просто посидели 2 недели. Нам перезвонили и сказали, минус 150 тысяч рублей. Соответственно, я обзвонил всех остальных дилеров. Обозначил им условия. Они, как обычно, по 100 раз ее переспрашивают. А точно? Да, не вру. До такого быть не может. Реальная цена машины. Ну, 3 700 это минимум. В итоге, 3 550 мы забираем эту машину. Таким образом, скидка получается практически 970 тысяч рублей. А мы с вами находимся в Московской области, в городе Кашира. Вот, смотрите, я вам сейчас показываю кадры с коптера. Мы пролетаем над нашей деревушкой. И я вам скажу, что по цене этой BMW, которую мы будем покупать здесь, можно купить себе либо домик, либо хорошую трехкомнатную квартиру уже с хорошим ремонтом. Друзья, о чем я вам хочу рассказать? Первое. Про скидки и сговор с дилером. Смотрите, когда мы снимаем сюжеты про скидки, я вам гарантирую, что дилеры за это абсолютно ничего не платят. Не нужно думать о том, что если мы пришли в определенный салон, значит мне заплатили, значит там специально сделали выгодные условия для того, чтобы я их как-то прорекламировал. Нет. Очень часто бывало такое, что попадает в кадр какой-то дилер, люди приезжают туда за точно таким же автомобилем, а им говорят, нифига, ребята, такого предложения не будет. И называют им предложение гораздо невыгоднее. При этом, если они обзванивают других остальных дилеров, соответственно, находят более выгодные предложения. К чему я вас, собственно, в этих роликах и призываю. Хотите получить скидку? Друзья, всегда нужно звонить всем. Вот вы не поверите, очень частый вопрос по телефону, когда мне звонят, Диман, посоветую дилеру, куда можно приехать, где сразу сделать хорошее предложение. Но такого не бывает. Я, когда ищу машину, серьезно, всем звоню и ищу. Я знаю, что есть плохие дилеры, есть хорошие, но даже плохой дилер в один прекрасный день может сделать самое хорошее предложение. Когда я озвучивал ценник, что мы хотим забрать за 3300-3400, все предлагали рассмотреть бензиновую версию 530-й, 4-цилиндровый мотор, но там ценник называли 3 350 000 рублей. Человек это не устраивал, он хотел именно дизельный мотор. И пока идет оформление сделки, мы сидим с вами в казенном BMW X7, я хочу ответить на очень частый вопрос. Люди звонят и спрашивают, а вот с трейдином будет еще выгоднее? Получается, с трейдином будет скидка еще больше? Друзья, в случае с BMW, с трейдином вы вряд ли когда-то вообще что-то здесь купите выгодно. Почему? Первое, ваш автомобиль на вторичке стоит 1 миллион рублей. Условно, для простоты счета, вам его оценят гораздо ниже. То есть 1800 рублей вам за него дадут, поддержка будет дополнительная 1050-100. Бывает так, что вы покупаете японский автомобиль, либо корейский автомобиль, и там идет большая поддержка. То есть вы продадите ваш автомобиль еще дороже, нежели чем он стоит на вторичке. Там за миллион 50, за миллион 60, за миллион 100. Здесь такого никогда не будет. Соответственно, когда вы звоните по телефону, и менеджер вам говорит, «О, трейдин, приезжайте, мы вам сделаем дополнительную скидку». На выходе, на калькуляции, получится так, что вы в минусе, а не в плюсе. Очень частый вопрос. А чем же отличается 530-я, допустим, от той же самой 520-я? Ну, в первую очередь, на самом деле, это просто жир, так называемая комплектация. Здесь есть, допустим, доводчики дверей RAS. Здесь есть сидения комфортные, которые ломаются. Это очень такие дорогие сидения от BMW. Соответственно, с ними вы, как говорится, будете ездить, кайфовать. Многие, кто с ними поездил, всегда их рекомендуют и стараются их выбирать. Здесь есть вентиляция сидений. Приборная панель, вот этот щиток, он тоже новый идет. При этом на автомашине стоит диодная оптика. Лазерная оптика пошла уже на трешках. На этих автомобилях она будет доступна с рестайлингом. Вставки по салону дерева. В общем, можно перечислять с одной стороны долго, с другой стороны недолго. Факт в том, что машина просто-напросто более богата. Она как бы сочетает в себе комплектацию лакшери плюс M-пакет. В общем, сама по себе она крутая. Ну, серьезно, садишься в машину, запах новой BMW, это всегда приятно. По сути, все то же самое вы могли бы иметь за 3 миллиона 350 тысяч рублей, если бы выбрали бензиновую версию. Парни, вот такая картина, тачка. Ну, давайте будем откровенными. Кто бы из нас, кто бы не говорил, будь возможность, будь денюжка на машину в 3,5 миллиона, пересесть на вот такой седанчик, я думаю, согласился бы из нас каждый. И к вопросу рекламы. Во всех роликах все, что вы можете увидеть, это встроенная реклама от меня, где я рекламирую какой-то конкретный товар. То есть, скрытая реклама какого-то автомобиля я ни в коем случае никогда не делал. Да, мне приходят такие предложения. Вот, смотрите, сейчас на рынок выходит Havel F7X. При этом чуть ранее вышла Renault Arkana. И вот сейчас мне уже поступают предложения, где нужно, например, нахвалить Renault Arkana, сказать то, что это классная машина, порекомендовать ее к покупке. Или же сделать хороший тест-драйв Havela. За такие вещи я не берусь, поэтому в последнее время, как вы видите на канале, появляются в основном ролики от вас, от зрителей канала. Кстати, прямо сейчас на экране вы видите электронную почту. Я живу в городе Москва, район Южный административный округ Царицыно. Если вы готовы предоставлять свой автомобиль, у нас там есть замечательная площадка, пишите ваше предложение. Я с удовольствием буду с вами взаимодействовать и снимать именно ваш автомобиль честно, объективно. Повторение мать учения, ну и, конечно же, кредит. О, кредит, приезжайте, я вам сделаю лучшую цену. Я вам продам автомобиль дешевле, чем все. Поймите правильно. Если так рассуждать, то я вам могу сказать. BMW X7 стоит 7 миллионов рублей. Его можно купить за 3,5 миллиона рублей. Ты приедешь в договоре, он будет 3,5 миллиона, но в страховании, жизни, гапы и дополнительные услуги в кредите будут у тебя на 4 миллиона рублей. То есть ты купишь машину даже дороже, чем она стоит изначально. Поэтому с кредитом, друзья, очень много подводных камней. Вы об этом знаете. Я вам про это регулярно показываю, но не знаю почему. Все равно задаются одни и те же вопросы. Поймите правильно. Прежде чем купить автомобиль, вы не должны думать о скидке. Если у вас все-таки речь о кредите и трейдине, сначала вы должны получить оценку по трейдину вашего автомобиля и дополнительную поддержку. И сложить две эти цифры. И понять, как вам выгоднее продавать автомобиль самому или же все-таки воспользоваться услугой трейдина. Она очень часто полезна тем, кто просто хочет избавиться от автомобиля, не заморачиваясь. Пришел, скинул, забрал новую. Все. И дальше кредит. Обязательно нужно его сперва рассчитать. С BMW я вам сразу говорю, вам придется побегать просто так кредит. Они вам не рассчитают. Естественно, они вам будут что-то навязывать, дополнительные услуги. Поэтому здесь придется побиться. Ну и не забывайте о том, что кредит равно каска. Соответственно, каска вам тоже насчитают дороже. Поэтому эти два момента нужно решать. На это все уходит в ваше время. И только после того, как вы это все решите, уже есть смысл обсуждать вопрос финальной цены и подарков. Очень частый вопрос, а кто этот человек, который покупает автомобиль, как он заработал, где он работает, рассказывает. И отвечать на этот вопрос, никто не хочет. Наш человек, который покупает 530-ю, не исключение. Одно могу сказать то, что это не силовик, не чиновник. То есть человек, физическое лицо, работает, трудится, зарабатывает. Когда мы забирали Kia Soul, официальный дилер забыл установить защиту картера, которая по всем документам стояла, но вживую ее не было. Здесь мы как доп. опцию выбрали комплект колес зимней резины. Сейчас приходим, смотрим. Резина есть, диски стоят, все нормально. Но резина только не та. Человек выбирал ее с технологией Runflat, а она без технологии Runflat. Таким образом, косяки есть везде и у всех. Сейчас звонят, разбираются, почему так произошло. Факт в том, что вот, пожалуйста, времени займет больше. Как-то мы этот вопрос решим, но опять же, времени он займет больше. Есть более доступные версии. Как я вам уже ранее рассказывал, мы снимали ролик про модельный ряд BMW. Например, 520 бензиновая версия в комплектации Business с задним приводом можно сегодня купить по цене 2 миллиона 300 тысяч рублей. Если рассматривать полный привод с M-пакетом, бензиновую или дизельную версию, на сегодняшний день это примерно 2 миллиона 750 тысяч рублей вы заберете точно. Естественно, можно поторговаться, можно будет забрать ее еще дешевле. Если просто полный привод, ориентир 2 500, 2 600 вы ее заберете. И подчеркиваю, сегодня у нас дорогая машина. В следующем сюжете у нас будет автомобиль с пробегом. И еще дальше у нас будет автомобиль попроще до 1,5 миллиона рублей. Надо снимем машину до 500 тысяч рублей. Ну, посмотрим, что такое автомобиль до 500 тысяч рублей. И еще один очень важный момент касаемо цен и скидок. Смотрите, я стараюсь всегда делать все честно и объективно. Но один раз я ошибся. То есть мы чуть-чуть друг друга не поняли с менеджером. Это было в сюжете про Mercedes. Когда я вам показывал ГЛА красный, который стоит по прайсу 2 миллиона 590 тысяч рублей. Он с полным приводом. Я же сказал, что вот этот автомобиль можно забрать за 1 миллион 700 тысяч рублей. За что я хочу извиниться, потому что я вас ввел в заблуждение. Автомобиль можно было забрать с передним приводом за 1 миллион 700. То есть комплектация будет попроще. Это вот единственный раз, когда я ошибся. В остальном же я, естественно, всегда цены перепроверяю. Опять-таки был сюжет про Audi Q5, который мы купили за 2 миллиона 650 тысяч рублей. И к тому дилеру, которого люди некоторые узнали, просто какое-то было хамство. Менеджер мне говорил, приходили люди, которые говорили, ну что, давай мне тоже такую же машину. Я знаю, вы можете, давай быстро. То есть нет культурного общения. Вы думаете, когда я звоню, то что я говорю, что здрасте, Машков там на проводе, ну-ка, скидку мне. Нет, я общаюсь как вот человек, я говорю, здрасте, ребят, машинка нужна, очень хочется купить. Бюджетограничный, помогите. То есть я стараюсь общаться по-человечески. Соответственно, мне делают скидки, мне не нужно выходить для этого из дома. Совсем недавно, все, кто подписан на инстаграм нашего канала, знают, что там вылетело от меня сообщение о том, что было 6 Audi Q5, которые продавали по цене 2,5 миллиона рублей. Это новые автомобили, в принципе, в хороших комплектациях с внешним S-Line, 2,5 миллиона рублей. Все, приезжай, забирай. Именно поэтому я вам говорю, парни, Машков 750, нужно подписаться. Не сочтите это вот как вот реклама инстаграма. Я здесь рекламу не размещаю. То есть в основном это только полезные новости, поэтому всех вас там ждут, там выходят публикации. То есть я, например, делаю публикацию про Lexus GS350. И люди уже высказывают свое мнение, и это мнение я учту в ближайшем обзоре. Поэтому вещь полезная, все, кто пользуется, активную ссылку вам оставляю в описании, 2 клика. Раз, два, все, ты подписан, будешь следить за новостями, будем общаться. Итак, друзья, наша сделка подошла к концу. Все, мы подписали, машина наша. Я уезжаю, вы не увидите, к сожалению, кадров, как она выезжает из автосалона, потому что сейчас люди сидят и ждут, что ждут шиномонтаж. Вопрос с резиной продолжается, то есть часик времени еще прождут. Но мне нужно ехать дальше, снимать для вас новые сюжеты. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, ведь там всегда выходят действительно свежие новости. Пишите ваше мнение, что вы думаете по этой ситуации, когда в стране, ну, действительно, кризис, при этом выдача за выдачей, полный салон клиентов, люди покупают машины, все ездят, как-то передвигаются, откуда-то деньги доберут. В общем, всех жду вас в комментариях. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok